Мне не нравится смотреть женский стриптиз. Мы спим за деньги. Мама делает такой подарок. Противно. Это я зарабатываю как проститутка. Так, я пошел. О них мало что известно, но они вызывают интерес. Мы находим людей редких профессий и увлечений и узнаем от них то, что вы никогда не спросите. Почему-то женский стриптиз я категорически не могу смотреть. Мне он... Противно. А можно вот это вырезать потом? Нет, нужно. На самом деле, когда я смотрю женский стриптиз, я никакой эстетики не нахожу. Это какие-то коряги танцуют. Либо мне такие попадаются просто. С профессиональной точки зрения мне не нравится смотреть женский стриптиз. Вообще не нравится. Никакой игры нет, никакой завязки. То есть у них постоянная какая-то плавность. Но вот такого, что ли, как книжку открыл, начало, там середина, там кульминация какая-то заворачивается и конец, концовка. У них этого нет. У них все на одной волне. Вот так вот ты пролистываешь и думаешь, что сейчас что-то будет. Нет, ничего нет. В этом плане мне, как раз, мужской стриптиз больше нравится. То, что мы спим за деньги. И думаю, что мы как это, как проститутки. То есть они сравнивают нас с проститутками. Хотя это абсолютно разные профессии. Я могу сказать, что я зарабатываю, как проститутка. Но работаю меньше намного по времени. Это прекрасно. То есть тут ассоциация минута и деньги. Баланс такой идет. 75 лет. Она сама себе заказала. А она, между прочим, знаешь, это вот прыгушка еще та. То есть она вот так вот. Нет, она на своем мероприятии просто вот так ходила, как не знаю кто. А самый молодой, это 18 лет, когда исполняется дочери. Мама делает такой подарок. И это часто практикуется. Когда мама, допустим, сама хотела заказать стриптизера, но тут как раз мероприятие дочери. Дочь, я тебе закажу. Хороший вопрос. И что самое удивительное, знаешь, мне кажется, это вот та девушка. У меня была не одна девушка, там несколько там... Вы какие все. Вот. Это девушка, которая говорит очень правильную такую фразу. Ты танцор там на 10 минут. Все остальное ты Антон. То есть, понимаешь, вот она вот как бы разделяет вот это вот. То есть ты танцор на 10 минут там, а все остальное ты Антон просто. Вот. И она это понимает, это она принимает. Нет, главное, что она это принимает. Никакой ревности нет. Полное доверие. Это говорит о самооценке. То есть, как бы ты как себя чувствуешь. Если ты уверена в себе, если ты понимаешь это все, то никакой ревности и нет. И не будет никогда. Так, я пошел отсюда. По поводу отношений, либо каких-то связей, там еще такое прочего. Вот именно такого, чтобы, допустим, танец прошел и сразу приступили к делу, нет. Но, конечно же, есть какая-то взаимная симпатия, которая возникает. Такая легкая, возможно. Да, потом после танца там как-то получилось так, что созвонились, там встретились. И это для плюс 18 или нет, можно рассказать. Ну и пошли потом домой. Вся история, вся история. Я не могу сказать, что постоянно так заканчивается. Но не часто. Но таких случаев было, может быть, там, допустим, реально, может, раз 5-4. Я не помню. Правда, не могу сказать, я не помню. За всю карьеру я не могу сказать об этом. Но такое бывало. Не буду отрицать, бывало. Чего я сейчас буду этим белым ангелочком? Нет, бывало. Но бесплатно. Ну, то есть, я имею в виду в том плане, что все считают, что можно купить, можно как-то это... Нет, абсолютно все на взаимном согласии. Это вот единственный момент такой был, который вот я прям немножко так все сжалось. Вот так у меня все, все, что можно было, все сжалось так. Неревнивый муж, он был просто не особо трезв, можно так сказать. Он не вбегал, он сидел за дальним углом стола. Стол был огромный, мне кажется, метров где-то 6. И он пытался пройти сквозь толпу, которая там вот сидела рядами. И так смешно это было. То есть, вот у меня танец идет, да, и он пытается пройти сквозь толпу. То есть, я в момент так оглядываюсь, оглядываюсь, оглядываюсь во время танца. Смотрю за этой всей картиной, наблюдаю. Я смотрю, он все это, приближается, одного человека прошел. Его все причем тормозят, его все вот так пытаются остановить. Стой! Я не знаю, что они конкретно ему останавливают, говорят, но он что-то пытается доказать, доказать пытается. Ему говорят, стой, нет. В результате он дошел, и так получилось, что он просто хотел поближе подойти и посмотреть за этим всем. Вот, но у всех все поднапряглось. То есть, не только у меня, поднапряглось у того, кто делал подарок. Это подруга как раз-таки жены, жены его. Вот, у всех все поднапряглось, как и у меня, в принципе. И когда я закончил, я быстро пуля оттуда выбежал, потому что я думаю, ну, чтобы в избежание какого-то казуса, либо вот этих неприятных ситуаций, ну, зачем портить праздник людям? Не работаю для парней. Ну, я считаю это как-то... Ну, объясню по-правильному, я не против, допустим, чем они там это... Но, в целом, это вот как для меня сложно. То есть, сложно выразить в танце себя. Ты приходишь, ты работаешь, ты видишь глаза, допустим, гостя, назовем гостя. Вот, видишь глаза гостя, и ты понимаешь, что конкретно ей надо. То есть, ты по глазам можешь прочитать это. Вот. В глаза вот так вот, я не буду смотреть, я не смогу это смотреть. Ну, как я буду смотреть? И что я буду вот изображать? Ну, как я вот буду? Не получится никак. То есть, вот это вот есть одно такое но, которое я всем объясняю, всем говорю. Хотя иногда пишут, и для них это нормально. Ну, они как говорят, типа, нам надо для друга. Окей. Нет, никак не.